МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан в студии Зуха Алиева. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в выпуске. Трое раненых и двое погибших. В одном из частных домов Махачкалы произошел взрыв бытового газа. И будет свет. Сергей Меликов подвел итоги прошедшего совещания, которое было посвящено состоянию электросетевого комплекса республики. Вода не будет, но и без нее не оставят. 20 января в Каспийске ожидается временное ограничение подачи воды. Спортивные хитрости и приемы. Многократный чемпион мира по джиу-джитсу Рамазан Шикшабеков провел мастер-класс в Сбербаши. Этим утром в Махачкале произошла страшная трагедия. Взрыв газа в частном одноэтажном доме по улице Заречная в Махачкале. Двое детей скончались от полученных травм. За жизнь еще троих человек борются врачи. Моя коллега Салья Магомедова побывала на месте происшествия и узнала все подробности. Ей слово. Утренняя трагедия наверняка затронула сердце каждого неравнодушного дагестанца. Соседка пострадавшей семьи не смогла сдержать слез. Она узнала о произошедшем от своего внука. Он говорит, бабуля, говорит, у вас что там случилось рядом? Я говорю, я только недавно встала, я говорю, я вольная, лежу. Потом соседка мне говорит, там около мусорка, говорит, дом сгорел. Вот сейчас, поэтому я пришла. Они прекрасная семья, любящие друг друга, и соседа уважающие, вот это я знаю. Как жало, как жало, хотел бы узнать, хотел бы уйдеть. Они очень даже хорошие люди. Такие маленькие, прекрасные дети. Это все, что осталось от уютного дома, многодетной семьи, обугленные стены, расплавленный телевизор, на полу детские, полусгоревшие игрушки. И резинки для волос. Очевидно, сила взрыва была мощной. На момент происшествия в доме находилась семья из пяти человек. Это родители и их дети, сыновья 2 и 4 лет и 5-летняя дочь. Мальчики скончались от полученных трав. Остальные пострадавшие находятся в реанимации. Они получили обширные ожоги. Более 90% поверхности тела. К сожалению, состояние крайне тяжелое. Больные в госпитализированном реанимационном отделении живого центра переведены на аппаратную сквозь инфляцию легких в связи с тяжелой термоингаляционной травмой. Находятся на клиникурном, в специальных кроватях. Все, что необходимо больным, было сделано. Получили экстренную помощь. То, что надо было. Специалисты уже осмотрели место ЧП. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Прокуратура республики поставила на контроль расследование дела и тоже организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Поставлено на контроль фото результаты процессуальной проверки по данному факту. Незаконное подключение к газовым сетям, использование не сертифицированного оборудования и утечка. Именно это, по предварительным данным, и стало причиной трагедии. Это печь иранского производства. Лимоход тоже был вытащен. Вот таким путем. Шланговые термения. Ребенок взрослый. Маленький. С имеющимися трещинами. Все обстоятельства происшествия в доме Назаречной еще предстоит установить. Это уже третий известный случай взрыва бытового газа в Дагестане за последний месяц. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Еще один взрыв произошел в Махачкале. В частном доме по улице Ирчи Казака взорвался кондиционер. Пострадал один человек. Он получил термические ожоги тела. Состояние оценивается как крайне тяжелое. Еще 15 миллионов рублей выделило правительство Дагестана для организации проживания палестинских беженцев. В настоящее время в пункте временного размещения в Махачкале проживают 157 человек, покинувшие сектор газа. В их числе 82 ребенка. Отметим, что в ноябре прошлого года власти региона выделяли уже более 8 миллионов рублей на эти цели. Кроме того, по поручению Сергея Меликова проводится и бесплатное обучение прибывших граждан русскому языку, а также оказывается помощь в их трудоустройстве. Отключение электричества становится все меньше. Об этом во время пресс-подхода журналистам рассказал глава Дагестана. Сергей Меликов во время беседы с представителями СМИ подвел итоги прошедшего совещания, которое было посвящено состоянию электросетевого комплекса республики. Участие в нем приняли руководство компании Россети «Северный Кавказ» и филиала «Дагенерго». Несмотря на положительную динамику, в электрических сетях продолжают происходить аварии из-за ветхости. Невозможности своевременно проводить аварийно-восстановительные работы и погодных условий. Мы латаем дыры сегодня. И вот благодаря решению президента, которому я доложил в августе о складывающей ситуации, нам деньги выделили. Но мы, к сожалению, как бы это ни было банально, но говорю как есть, мы подготовки к осенне-зимнему периоду осуществляем в осенне-зимний период. Другого выхода у нас нет, потому что мы эти деньги, которые нам были необходимы летом, вынуждены проводить работы сейчас. Но не проводить их мы не можем, иначе мы тогда к лету просто зайдем в ситуацию очередного коллапса. Поэтому и происходят сегодня вот эти плановые отключения. Более подробно о принимаемых мерах для улучшения ситуации с энергоснабжением рассказал генеральный директор компании «Россети» Северный Кавказ Роман Левченко. До конца февраля мы постараемся выполнить мероприятие по подстанции Ярексу, Актаж ЗФС. Это, в первую очередь, это Хасавюртовский район, Казбекский район, Новолагский район и Кизилюрт и Кизилюртовский район. То есть я думаю, что к марту месяца ситуация там значительно улучшится, то есть подстанции, собственно говоря, выйдут из состояния перегруза. Мы в декабре месяце получили субсидию с федерального бюджета в сумме 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги направлены были непосредственно на, скажем так, улучшение электроснабжения города Махачкалы. То есть 22 федера мы проводим работы с прошлого года. Каспийск на день останется без воды. 20 января с 9 утра и до 5 вечера. Связано это с проведением Дагэнерго неотложных работ по ремонту энергообъектов, питающих подстанцию очистных сооружений и горводоканал. Как сообщает мэрия города, некоторые районы обеспечат бесплатной чистой водой. График опубликован на официальных страницах администрации Каспийска. Дагестанские паломники, которые совершают умра на святых землях, дали мастер-класс в одном из спортивных залов Медины. Руководитель хадж-группы обратился к присутствующим, среди которых и потомки сподвижников пророка с добрыми словами. Дорогие мои братья, благодарю вас. Да вознаградит Аллах вас лучшим благом этого мира и того света. В эти минуты я хочу поговорить об одном из этапов жизни, в который хотел бы вернуться старец. Это молодость. Ибн Аббас сказал, Аллах не послал пророка, кроме как он был в юношеском возрасте. Вы счастливые люди, которые живете рядом с пророком. Мы, находясь у себя в республике, тоскуем по вам и любим вас ради Аллаха. Затем дагестанские чемпионы провели мастер-класс по просьбе одного из половников из Нигерии. Они продемонстрировали свои навыки и дали ценные рекомендации. В завершение арабские и дагестанские спортсмены обсудили условия дальнейшего сотрудничества. Небольшие спортивные хитрости, коронные приемы и тактические уловки. Об этом не узнаешь на обычной тренировке. Такими секретами могут поделиться только настоящие мастера. Многократный чемпион мира по джиу-джитсу Рамазан Шекшабеков провел мастер-класс в Эсбербаше. Семинар «Диалог с молодыми спортсменами» прошел в клубе Universal Fighters. Обладатель черного пояса показал приемы борьбы в кимоно, который не раз выручали его на ковре. Всем же видно, моя рука под мышкой. Я держу захват, хочу руки отворотить, не даю. Я просто прихватываю руку, заношу руку сюда, раз, забираюсь, амбар. Спортсмены следили за каждым движением титулованного гостя. Под четким контролем Рамазана Шекшабекова они учились позиционным атакам, обходу гарда, а также пробовали выполнять сложные приемы. Всего ценные советы и слова мотивации от чемпиона получили около ста человек. Подобные мероприятия с приглашением именитых спортсменов в клубе проводятся еженедельно. В этом виде спорта нету поражений. Это только у тебя в голове. Ты здесь учишься. Я не помню, что для первого соревнования вообще выглядело где-то. Я выступал, я первый же клуб домой уходил. Я выступал каждые выходные. И это началось после того, как я спросил у тренера. Я хочу бороться так же, как ты. Что мне для этого нужно? Я хочу так же выигрывать, как ты. Он мне не сказал, как гусы 10 тысяч раз один прием отрабатывал. Он мне сказал, чаще борись. Просто борись на соревнованиях. Потому что каждый соперник по-своему уникален. И он тебе своего рода дает опыт. Один поймал тебя на руку, ты запомнил, как он тебе его сделал. Дальше ты уже так же ловишь других. Смотрите нас так же на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин